Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Зареченцы подверглись новой атаке преступников. Как правило, в Заречной звонят лица, которые находятся далеко за пределами Пензенской области. Спорт в каждый двор. В Заречном стартовал проект развития массового физкультурного движения «Спортфрэш». Это, конечно, мини-футбол, это стритбол, это, предполагаем, настольный теннис, бадминтон. И в этом году еще решили вести скиппинг. Союз на старте. Зареченская футбольная команда открывает чемпионат Пензенской области домашним матчем. Команда полностью готова, укомплектована. Количество футболистов выросло за счет наших воспитанников. И теперь об этих и других новостях подробнее. Участок дороги по проспекту Мира от А-Проходной до Перекрестка с улицей Строителей не готов к приемке в эксплуатацию. Такой вывод сделала комиссия под руководством первого замглавы администрации Заречного Виктора Шошкина. В ходе инспекции специалисты выявили несоответствие нового покрытия проезжей части на проспекте Мира заявленному качеству. Хотя на первый взгляд ремонт проведен неплохо, асфальт положили равномерно. И все же кое-где сотрудники первого дорожно-строительного управления не доработали. В первую очередь нас интересуют непосредственно керны, которые здесь надо сейчас отобрать и посмотреть, что там внутри. Какой марки щебень, какой марки песок, сколько тут битума. То есть мы хотим, чтобы дорога была надолго и она была в нормальном, хорошем состоянии. Первое. Второе, значит, примыкание, выезды со дворов в безобразном состоянии. Вообще так нельзя принимать, потому что в первую очередь на стыке нового покрытия и стыке того старого все будет разрушено. Деньги не будут заплачены, пока они не устранят. Поэтому они заинтересованы и подрядчик будет устранять то, что комиссия сегодня и в последующем будет сказано. Два жителя Кузнецка стали жертвой интернет-мошенников. Пенсионерка из Пензы отдала мошенникам 60 тысяч рублей. Мошенники сняли с карты пензячки 25 тысяч рублей. Пенсионерка из Пензы испугалась дефолта и отдала мошенникам 180 тысяч рублей. Такие сообщения ежедневно появляются в новостных лентах местных информагентств. Атаки преступников вновь усилились. Каждый день подозрительные смс-сообщения приходят на телефоны десяткам зареченцев. Одной из потенциальных жертв мошенники выбрали и нашего корреспондента Ксению Тризну. Ваш сын сбил человека. Ваша карта заблокирована. Вы выиграли ценный приз. Все телефонные разводы начинаются по-разному, а заканчиваются одинаково. Требованием перевести определенную сумму денег на счет. А еще злоумышленники используют новую тактику. Присылают сообщения о зачислении средств на счет мобильного оператора. Причем смс-ка сама пришла с федерального номера. То есть не то, что когда там банк присылает, там конкретный номер указан, либо название. А это федеральный номер, с какого прислано сообщение. Но я не стал вникать, читать. Телефон положил. Утром уже, когда проснулся, мне тут же приходит второе сообщение. Извините, я ошиблась. Прошу вот эту сумму положить вот на этот вот номер. Причем смс-ка пришла именно с того же номера, который якобы мне отправил банк, через который переведен платеж. Владимир не раз сталкивался с телефонными мошенниками. Получал сообщение якобы от банка. Говорит, что в такой ситуации главное сохранять холодную голову. Я на них реагирую всегда без всякой паники и не кидаю сразу что-то там делать или исполнять то, что там есть. Я сначала анализирую то, что мне прислали. Действительно это соответствует тому, что есть в моей жизни. Сотрудники полиции полностью поддерживают эту точку зрения. И настоятельно рекомендуют всегда проверять информацию, а не кидаться делать то, что требуют. Обязательно проверяйте баланс и связывайтесь с сотовым оператором, уточняйте у него, поступали ли денежные средства. А вот так вот там доверчиво переводить деньги обратно совершенно не стоит. В любом случае нужно связываться прежде всего по официальным номерам тех банков, от имени которого приходят эти смс-сообщения, уже с действительными сотрудниками общаться по поводу того, присылали ли они данные смс-сообщения или нет. Как правило, банки подобных сообщений никогда не присылают. Найти злоумышленника очень сложно. Современный уровень развития информационных технологий помогает хорошо заметать следы. Как правило, в Заречной звонят лица, которые находятся далеко за пределами Пензенской области, поэтому туда и выезжают в другие регионы. Поэтому это достаточно длительный процесс и сложный. И здесь не обойтись и без помощи иных органов, правопорядка, других субъектов. Поэтому все во взаимодействии раскрывается. Гораздо легче подумать, прежде чем отдавать кому-то кровно заработанные и нажитые непосильным трудом, чем потом искать мошенника. Всегда проверяйте информацию в банке у оператора сотовой связи. А если вам звонят, задайте злоумышленнику уточняющие вопросы, ответы на которые может знать только близкий человек. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио компания «Заречный». Судебные приставы вместе с сотрудниками Пенсионного фонда провели рейд по индивидуальным предпринимателям-должникам. Их задолженность по страховым взносам и платежам в Пенсионный фонд России составляет около 10 миллионов рублей. В ходе рейда его участники посетили около десятка квартир, в которых проживают должники. Правда, встретиться с индивидуальными предпринимателями так и не удалось. Должников либо не было дома, либо они попросту не открывали дверь. Сотрудники Пенсионного фонда отмечают, что задолженность у зареченских предпринимателей – одна из самых низких в Пензенской области. Но если сравнить с показателями прошлого года, цифра выросла. В этом году у нас большая очень задолженность у индивидуальных предпринимателей, потому что в прошлом году как бы выросла сумма фиксированного платежа до 36 тысяч. Многие предприниматели у нас ее физически не смогли просто оплатить. Должники наши должны знать, что свыше 10 тысяч рублей судебные приставы, согласно федеральному закону об исполнительном производстве, применяют меры принудительного исполнения. То есть главной мерой на сегодняшний день считается актуально ограничение выезда из Российской Федерации. У зареченских старшеклассников появилась возможность поступить в военную академию воздушно-космической обороны имени Жукова в Твери. Сегодня учащиеся 10-11 классов встретились с преподавателем образовательного учреждения Игорем Лахиным. Возможность учиться в военной академии воздушно-космической обороны гость назвал уникальной. Для поступления нужно удачно сдать ЕГЭ по математике, физике, русскому языку, пройти профессиональный отбор и иметь хорошую физическую подготовку. Немалую роль играют и медицинские показатели, но в этом ВУЗе они не такие строгие, как в других учебных заведениях Министерства обороны. Кроме того, учиться в Академии воздушно-космической обороны считается престижным. До этого года поступить в нее было практически нереально. В 2014-м ВУЗ впервые объявил открытый набор. На встрече школьникам подробно рассказали и о том, какие возможности открываются перед выпускниками учреждения. Четыре наших парня уже захотели подать документы в Тверь. По мнению Игоря Лахина, у них есть все шансы на поступление. Изучая личные дела в инкомате, я убедился в том, что здесь достаточно такие школьники, грамотные, особенно в физико-математическом направлении. То, что для нашей Академии как раз и подходит, потому что у нас как раз факультет автоматической системы управления. И я скажу, что оценки мне, по крайней мере, у многих тех, кто желает поступать, в Академии понравились. И посмотрел так же, что они достаточно развиты и в профессиональном плане, то, что спортом занимаются и танцуют там, и некоторые даже рисуют очень хорошо, разнообразно, скажем так, очень хорошо развиты. И более подробно об условиях поступления в эту Академию мы поговорим сегодня с начальником муниципального отдела военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному Игорь Ермакову сразу по окончании основного информационного блока. А пока к другим новостям. Яркий праздник участникам конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор-2014». Жители 4-го дома на улице Строителей в этом году присоединились к акции благоустройства и во двор дебютантов конкурса пришли артисты. На праздники двора побывала Светлана Демина. Так шумно и многолюдно возле 4-го дома по улице Строителей не было давно. Яркое действие собрало во дворе всех жителей ближайших домов от мала до велика. Настоящий праздник пришел к зареченцам, которые приложили собственные усилия к благоустройству своей придомовой территории. Этот двор впервые борется за победу в конкурсе общественных инициатив. Когда стали ко мне обращаться жильцы дома номер 4 и говорят, хорошо бы нам забор сделать, хорошо бы нам еще что-то сделать. Я говорю, дорогие мои, есть прекрасный конкурс, давайте участвовать в нем. И у вас появится действительно и забор, появится к вам больше внимания, которое позволит ваши проблемы решать. Стимулом было то, что нам помогли комбинат благоустройства с саженцами, растениями и так далее. Это тоже послужило стимулом для того, чтобы приукрасить свой двор лучше, чем у других. Общими усилиями привели двор в порядок. На клумбе возле второго подъезда самостоятельно сделали альпийскую горку. Конечно, до идеала пока далеко. Во дворе есть проблемы, которые своими силами жильцам не решить. Замена бордюров, укладка асфальта, ремонт подъездов. Инициатор конкурса, мэр Заречного, заверил, что городские службы сделают все от них зависящее, чтобы в этом помочь. Главное, что начало уже положено. Мы живем всей одной семьей, и общая забота о городе, она всех нас объединяет. И я очень рад этому, и горжусь и городом, и Заречным, и этим двором. На праздники двора самым активным участникам конкурса вручили дипломы. Ну а главным подарком всем жителям микрорайона стало хорошее настроение, подаренное артистами Дворца культуры «Современник». Светлана Демина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный». Яркий 3D-рисунок – подарок жителям самых активных и дружных дворов. Стали известны победители конкурса «Нескучный двор». Творческие и инициативные жители сами проводили праздники двора, готовили выступления, создавали дворовые ансамбли. Самыми «нескучными» были признаны дворы на Ленина 57 и 65. В первом дворе на асфальте уже появились яркие 3D-смайлики. Теперь каждый может сделать объемную фотографию на фоне рисунка. Но самый главный итог конкурса – «Нескучная жизнь в дружных дворах». Дети, они нам дают как бы заряд бодрости. Они вот такие веселые, интересные. Ну и мы немножко помоложе становимся, может быть, на 5 лет, а может быть, на 10, а может быть, и больше. И очень хорошо мы дружим. Я, например, соседей из всех своего подъезда знаю всех поименно и пофамильно знаю соседей, их детей. Даже теперь уже начинаю узнавать внуков. С 1 июня в Заречном стартует летняя спартакиада дворовых команд «Дворовый спортфрэш». Количество участников не ограничено, возраст тоже. Состязания проводятся по нескольким видам спорта. Выбор на любой вкус от мини-футбола до скиппинга. Все подробности о «Дворовой спартакиаде» выяснила Елена Степкина на открытии одной из спортплощадок. Баскетбольная площадка, футбольные поли, турники и огромная территория, где можно и в лапту сыграть, и на скакалках попрыгать. Все это в свободном доступе. Для детей в Заречном оборудовано 9 дворовых площадок. Все дворовые спортобъекты уже работают. Площадки есть во всех районах города. И ребятишки с удовольствием проводят на них свое свободное время. Я занимаюсь спортом, потому что я люблю футбол. Прихожу сюда и на секцию хожу. То есть друзья, я с ними играю всегда в футбол. У меня один друг есть, Никита. Я с ним прохожу и играю в футбол. Досуг детей на спортивной площадке организуют взрослые. Но их цель не жесткий контроль за всем происходящим, а скорее помощь при необходимости в проведении различных мероприятий. В настоящее время в основном это по выходным дням. А если еще появляется потребность, то и в рабочие дни, по вечерам. Выходим на площадки для того, чтобы самое главное увлечь детей, привлечь их к занятиям. Виды спорта, которые мы предполагаем. Это, конечно, мини-футбол, это стритбол, это, предполагаем, настольный теннис, бадминтон. И в этом году еще совместно с общественной организацией, с молодежью «Спорт и фитнес» решили вести скиппинг. Скиппинг – это групповые прыжки через скакалку. Спортивный праздник на площадке около интерната школы номер 218 организовали, чтобы показать, что физкультура доступна всем. Мальчишки с удовольствием поиграли в футбол. Девочки посоревновались в прыжках на скакалке и все вместе поучаствовали в веселых стартах. На старт! Внимание! Марш! Сложно было на скакалках на одной ноге прыгать. Мы прыгали на двух ногах и на левой, и на правой. Так весело на площадках будет все лето. Сотрудники спорткомитета готовят городскую акцию «Спортфрэш». Поучаствовать в ней смогут все желающие. Дворовым командам предлагают выступить на соревнованиях по различным видам спорта. И выиграть главный приз – строительство спортивной площадки во дворе. Елена Степкина, Андрей Лежин, телерадиокомпания «Заречный». 24 мая стартует чемпионат Пензенской области по футболу. «Зареченский союз» первую игру проводит на своей площадке с командой «Зенит Уор». В день стартового матча в «Заречном» пройдет торжественное открытие футбольного сезона. О том, что ждет в этот день зареченцев и как оценивают свои шансы на предстоящий чемпионат «Наши футболисты», рассказывает Ольга Савкина. «Союз» к старту готов. Чтобы в новом чемпионате Пензенской области по футболу наконец победить, в межсезонье с «Зареченской» командой проделана большая работа. Это и смена тактики игры, и участие в сильных турнирах, и молодое пополнение, и небольшие перестановки в тренерском составе. Команда полностью готова, укомплектована. Количество футболистов выросло за счет наших воспитанников. Зарекомендовали себя ребята с очень хорошей стороны. В Саратове мы стали третьи, в Кубке Федерации первые. Более грамотнее стали в тактическом плане. Новый главный тренер Дмитрий Бурсуков готовит команду к старту в чемпионате вместе с Андреем Козловым. Говорят, прошлая тактика игры через центр ожидаемого эффекта не принесла, поэтому изменили рисунок и стали действовать через фланги. У нас получается лучше контролировать мяч, чего мы и добиваемся. Потому что в игре с не особо сильными соперниками, так сказать, у нас раньше такого не получалось. Было много ошибок, теряли мяч, а сейчас за счет контроля мяча у нас получается больше создавать моментов и контролировать ход игры. Теперь, считают футболисты и наставники, шансов победить у команды стало еще больше. Союз – мобильный, боеспособный, хорошо подготовленный и уверенный в себе коллектив. Были мы три года вторые, пора бы уже быть нам первыми. Думаю, что так. Есть возможности у команды? Ну, возможности есть вообще, а как это все будет? Это на поле все будет. Это, как говорится, от настроя зависит. Настроены побеждать в каждом матче. Однако надо помнить, что и соперник не дремал. К примеру, ГРАЗ, не давший Союзу победить в прошлом сезоне, вновь укрепил свой состав футболистами, поигравшими на первенстве России. С ГРАЗом зареченцы встретятся уже во втором туре чемпионата. Календарь игр вообще составлен так, что за первые пять туров все и всем станет ясно. Друг с другом сыграют команды, претендующие на место в призовой тройке. Приглашаем всех болельщиков 24 числа. Это будет у нас суббота. В 5 часов вечера начнется открытие сезона, а в 6 часов вечера начнется игра с «Зениту Ор». Приходите, будет очень интересно. Нам нужна ваша поддержка. Болельщики – дополнительный игрок на площадке. Их футболисты ждут и накануне. В пятницу в 17.30 на центральном стадионе встреча болельщиков с командой. Футболисты готовы ответить на все вопросы, выслушать все наставления и пожелания. А в субботу на центральном стадионе Заречного будет День футбола – большой спортивный праздник. На 15 часов запланирована игра команды «Старт» с Кузнецким Владикором. В 16 часов – футбольные семейные эстафеты. В 17 часов – церемония открытия нового сезона. И в 18 часов – первая игра «Союза». Удачи команде желают Ольга Савкина, Владимир Полищук и вся телерадиокомпания «Заречный». Короткую рекламу, после которой ждем в нашей студии военного комиссара города Заречного Игоря Ермакова. Не переключайтесь. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, закрытых городов и градообразующих отраслевых предприятий. Смотрите в понедельник и в среду в 20.00. Юбилейные вклады с высокими ставками от «Инвесторгбанка». Только до 30 июня каждому вкладчику зонт в подарок. Для пенсионеров дополнительные специальные условия. Подробности по телефону 8 800 245 45. АКБ «Инвесторгбанк» УАО. Повезло заполучить на производство «Золотые руки». Не пора ли вложить в них достойный инструмент? И вам не придется отправлять за ним гонца в столицу или ждать пакеты из Германии. Достаточно всего лишь подняться на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Здесь находится специализированный отдел, заполненный инструментом высшей категории от самых надежных мировых производителей. Прославленное выносливостью и удобством оборудование для строителей, сантехников, электриков и прочих мастеров высшего класса может прийтись по руке и главе семейства в домашнем арсенале, но создано профессионалами специально для профессионалов. Готовы поднять свое производство на новый уровень? Поднимитесь на второй этаж магазина «Строймаг» в Заречном. Наиболее значимые события городской жизни за неделю. В субботу в итоговой информационно-аналитической программе на канале «Заречный». За неделю в субботу в 19.30 на канале «Заречный». «Заречный» Новости Заречного в эфире Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник муниципального отдела военного комиссариата Пензенской области по городу Заречному Игорь Ермаков Добрый вечер, Игорь Александрович Добрый вечер Игорь Александрович, вот посмотрели мы материал о том, что к нам сегодня приезжали из Академии имени Жукова, маршала Советского Союза Скажите, пожалуйста, вот эта Академия, это для нас что? Для Заречного, для Зареченцев? Ну, во-первых, я хочу рассказать, что много в последнее время получаю телефонных звонков от старшеклассников и от их родителей о том, что не хватает информации о высшевоенных учебных заведениях Министерства обороны Конечно, в интернете все есть, но не хватает именно встреч, поэтому было принято решение организовать вот встречу с руководством Академии, именно Тверской Академии у нас в городе Чем замечательная Академия? Академия очень рейтинговая, во всех рейтингах она практически входит в тройку лучших академий Министерства обороны Российской Федерации Что взять по профессорскому преподавательскому составу? 18 докторов наук, кандидатов 30 с лишним у них преподают в этой академии По спортивным объектам, очень много спортивных объектов, очень много спортсменов, которые готовятся, которые выступают, учатся в этой академии Очень хорошая материально-техническая база Академии, в Академии много плавательных бассейнов, 6 стадионов, 2 лыжные базы Специализируется Академия на биатлоне, на легкой атлетике, на силовых единоборствах То есть не только получают хорошее образование выпускники, но и со спортом очень сильно дружат Что для нас она дает? У нас замечательные отношения с Академией военно-воздушных сил, филианум, которая находится в Сызрани У нас прекрасные взаимоотношения с Михайловской академией, артиллерийской академией, самой старейшей академией Министерства обороны Российской Федерации И хотели бы мы еще возобновить или начать отношения с замечательной академией, которая готовит, еще раз говорю, представителей в широкий спектр Ребята уходят служить не только в Министерстве обороны, а и в Федеральной службе безопасности И ходят в ФАПСИ, ребята уходят служить Специфика академии, работа с физикой, физической, работа с компьютерами То есть безопасность коммуникационных систем И у нас как раз город, ребята очень грамотные, старшеклассники У всех компьютеры, физика и вот этот предмет, связанный с компьютером, изучается и хорошие результаты достигают Вот сейчас мы видим подъем патриотизма И вы это видите тоже, потому что ребята все чаще и чаще, все больше и больше хотят все-таки идти служить Или обучаться, или идти служить То есть связать каким-то образом или часть своей жизни с Министерством обороны Или другими, с Министерством внутренних дел и так далее Я имею ввиду армию по призыву, службу Или вот поступать в высшее учебное заведение Но всегда и во все времена человека все-таки интересовала перспектива Я имею ввиду будущее и после Вот закончил академию, отслужил и, как это раньше иногда бывало, что офицеры оставались не у дел А сейчас вот он получает образование военное? Да, получает военное образование, получает квалификацию лейтенант, инженер И гражданскую специальность инженер обеспечения пунктов управления То есть востребованная специальность И хочу сказать, что вообще вот эта военная специальность, которую получают ребята по окончании академии Она специализируется на пунктах управления в крупных городах и войсках В объединениях в огромных То есть ребята не уезжают ни на какие точки Они служат в больших штабах Служат в больших штабах, отслеживают космическую обстановку Отслеживают обстановку, обеспечивают безопасность родов, видов войск То есть замечательная академия Я рад, что у нас образовался новый род войск Вот эта воздушно-космическая оборона И что образовалось наконец-то учебное заведение, которое готовит для этого рода войск специалистов Будет готовить и уже готовит А каковы шансы попасть в эту академию? И что для этого нужно делать, когда нужно начинать готовиться? С первого класса или вот уже будучи выпускником посылать документы? Что нужно сделать? Конечно, надо готовиться начиная с первого класса Надо быть патриотом Надо быть настоящим, хотеть стать офицером Надо быть патриотом своего города Патриотом своей страны Принимать участие в военно-патриотических мероприятиях, которые проходят в школу Изучать историю вооруженных сил Российской Федерации Готовиться по спорту Принимать участие во всех мероприятиях, которые проводятся у нас в городе Кроссах, Лыжнях, в школах, везде Готовить себя начинать надо, конечно, с первого класса Но ближе к одиннадцатому классу Нам нужно уже определиться, в какое высшее военное учебное заведение Министерство обороны, юноша или девушка Что, кстати, уже в этом году Кто-то тоже принимает в эту академию? Но в этом году у нас два высших учебных заведения Министерства обороны принимают девушек Это прогресс, это большой прогресс Я хочу больше сказать, что две девушки, выпускницы наших школ В этом году будут пробовать поступать в эти высшие военные учебные заведения Кстати, тоже связанные с космосом То есть мы, конечно, наверное, имен космонавтов-то не узнаем из Заречного Потому что не там готовят Но мы будем знать, что где-то сидят ребята Наши ребята, которые следят за теми, кто там летает Ну, здорово, конечно, но мы же знаем, что у нас в Заречном родился один из космонавтов Который еще не летал, но он находится в отряде космонавтов И я думаю, в ближайшее время он полетит в космос Он прославит наш город Родом он с нашего города Будут, возможно, у нас и девушки Игорь Александрович, и у нас осталось совсем немного времени Еще раз, что нужно сделать для того, чтобы поступить вот в эту академию конкретную? Мы говорим о войсках космической обороны Воздушно-космической обороны Надо написать заявление на 1 апреля на мое имя Мы будем готовить документы Будем проверять юношу, который желает поступить в эту академию То есть это 10-ти классник имеется в виду? Да, это 11-ти классник 11-ти классник уже Это 11-ти классник Будет проверен он полностью по медицине Будет проверен он по морально-психологическому своим моментам Затем он сдает единый государственный экзамен Это физика, математика, русский Мы отправляем документы Отправляем личное дело юношу в эту академию Академия рассматривает, присылает нам вызов Юноша в академии будет сдавать только физическую подготовку И еще раз морально-психологический отбор То есть вот эти две дисциплины, которые юноши сдают непосредственно в академии И вот уже первые выпускники захотели туда поступить Да, захотели, я хотел бы сказать, что на данный момент желают поступить в высшие военные учебные заведения Министерства обороны с нашего города 30 человек, из них две девушки Это я не считаю, что Академия Федеральной службы безопасности, МВД и противопожарной Но четыре человека изъявили желание с удовольствием готовиться И были рады встрече как раз с руководством Академии Присутствовали и мамы Спасибо, Игорь Александрович Будем надеяться, что все больше и больше у вас выпускников наших школ будут надевать форму Спасибо, Игорь Александрович, за участие в нашей программе Всего вам доброго, удачи А с вами я тоже прощаюсь И вам всего доброго, удачи и до встречи на канале Заречный Спонсор прогноза погоды компания Ремстрой Только до 31 мая Шок цена Сезонная распродажа в компании Ремстрой Окно под ключ от 7900 рублей Отлив подоконник, внутренние откосы Беспроцентная рассрочка на 4 месяца Первоначальный взнос 40% Телефон 232-232 В компании Ремстрой Сезонная рассрочка на 4 месяца Сезонная рассрочка на 4 месяца Сезонная схема Сезонная рассрочка на 4 месяца Наталья Сезонная рассрочка на 5 месяц